Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала 11 победу подряд и вышла в четвертый круг Майами Оупен. В третьем круге турнира она обыграла испанку Паулу Бадосу. Встреча продлилась 2 часа и 33 минуты. Елена одержала победу со счетом 3-6-7-5-6-3. Казахстанка 12 раз подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брекпоинтов из 15. Этой игрой первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обновила личный рекорд. Победа стала для нее 11-й к ряду в WTA. В следующем четвертом круге Рыбакина встретится с победительницей пары Петра Мартич и Элизе Мертенес. О том, что из себя должен представлять новый Казахстан, каким должно стать общество и как может трансформироваться страна, говорили на площадке «Сеос Астана Паблик Толк». Спикерами и гостями дискуссионного вечера стали известный российский писатель, режиссер, политический журналист, военный корреспондент Михаил Зыгарь и казахстанский историк и политолог Султан Акимбеков. За разговорами о политике и истории следил и мой коллега Тимур Сапар. Казахстан на развилке трансформации. Под таким заголовком организаторы второго заседания площадки «Сеос Астана Паблик Толк» решили сегодня поговорить о дальнейшей судьбе страны, а точнее поразмышлять. Что такое новый Казахстан? Кто его должен строить? Долго ли ждать светлого будущего? А главное, какова роль общества и каждого отдельно взятого жителя нашей страны? Эти вопросы волнуют сегодня чуть ли не каждого казахстанца. Не секрет, что Казахстан вступил в новый цикл своего развития и буквально стоит на перепутье. Известный российский писатель и журналист Михаил Зыгарь в ходе лекции подчеркнул, казахстанцы не должны упустить шанс найти верную идеологию и переродиться как нация. Если Казахстану удастся сформировать институты, в которые будут верить жители Казахстана, если казахстанцы верят в свою судебную систему, значит это устойчивый институт, который будет существовать десятилетия века. Если казахстанцы верят в выборы, то это придает устойчивость обществу и извне тогда как-то поколебать общество и государство будет сложнее. Январские события в какой-то мере перевернули ценности и идеологию общества. А геополитические споры и конфликты еще больше заставляют думать, куда республике стоит повернуть. Сегодня Казахстан, как и в начале 90-х, снова находится в поиске сценариев. Трансформации отметил политолог Султан Акимбеков. Кто-то выступает за постоянное и устойчивое развитие, другие же за резкую и быструю смену подходов. Главное, считает специалист, это взять имеющийся опыт успешных стран, причем как Востока, так и Запада. Но при этом нельзя быть их копией. А с одной стороны это Китай, с другой стороны Тайвань, Южная Корея и еще есть Сингапур. Вот между ними мы где-то находимся. И не факт, что на самом деле мы к кому-то близко. Потому что мы пытаемся, это попытка, это процесс. Мы не можем сказать, что мы завтра будем Сингапуром или что мы уже Китай, например. Хотя на самом деле в основе у нас сильное государство. А это приближает нас именно к азиатским странам. Но вопрос в том, что мы все-таки при всем при этом хотим быть, чтобы мы были несколько ближе к европейским стандартам, к некак мировой практике. И это как это совместить? Усложняет путь в стране, считает эксперт, что на границах Казахстана нет по-настоящему либеральных стран. Вдобавок на рубежах вооруженные конфликты, афганский кризис. Рецепт верной трансформации страны, заявили спикеры, это достижение доверия граждан к правительству, государственным институтам и друг к другу. А еще признание проблем и открытый диалог. То есть то, к чему сейчас уже движется Казахстан. Рыбное хозяйство успешно развивают в Каргалинском районе, Актюбинской области. С каждым годом там увеличивается число предпринимателей, заинтересованных в выращивании разных сортов рыбы. Карпа, сазана, осетра и форели. С работой хозяйства знакомилась Айсулу Махмутова. После выхода на пенсию инженер-электрик с многолетним опытом Алтай Исмаилов кардинально сменил род деятельности. Решил заняться рыбоводством. Выбрал подходящую местность в Каргалинском районе, изучил секреты разведения форели, нашел единомышленников в социальных сетях. Для более детального ознакомления с самым дорогостоящим сортом рыбы отправился на учебу в Алматы. Я взял в аренду участок на Каргалинском водохранилище. Сначала на два года, потом на пять лет. Купил икру и методом искусственной инкубации получил из нее мальков. Сейчас они весят примерно 90-100 грамм. Очень капризные, как дети. Часто болеют. Поэтому за ними нужен особый уход. В искусственном водоеме вместимостью до 60 кубометров воды сегодня содержится 12 тысяч мальков форели. При таком количестве рыбы в год производственная мощность хозяйства составит полторы тонны готовой продукции. Но этого для начинающего рыбовода мало. Алтай Исмаилов мечтает о большом предприятии и прибыльном бизнесе, который в свою очередь требует больших финансовых вложений. На ближайшие пять лет у меня есть конкретная цель – довести производственную мощность предприятия до 50 тонн. Для этого нужно построить дополнительные бассейны, каналы, вырыть колодцы. Сегодня это стоит очень дорого. Поэтому недавно вместе с детьми создали СПК. Хотим получить льготный кредит от государства. Рыбоводством в Каргалинском районе сегодня занимаются порядка 15 человек. В хозяйствах помимо форели выращивают карпов, сазанов, осетров. Наш район славится своими природными ресурсами. Здесь можно заниматься и животноводством, и растеневодством. Имеются 70 водоемов, 24 из которых находятся в аренде у предпринимателей. На остальных ведутся исследования. После чего там по запросу желающих также начнется активная деятельность. Продукция рыбных хозяйств пока реализуется только в пределах области. Эти выставляются на сельскохозяйственных ярмарках и пользуются большим спросом среди местного населения. Айсул Махмутова, Булат Молдогалеев, Октябинская область, Хабар, 24. До конца года дома жителей двух сел Тулькубасского района Туркестанской области подключат к централизованному водоснабжению. По данным специалистов, качественной питьевой водой уже обеспечены 98% населения района. Провести чистую живительную влагу там удалось благодаря программе АУ Ельбесага. Подробнее в материале нашего корреспондента. В селе Балста больше тысячи дворов. Несмотря на наличие централизованного водоснабжения, сельчане до сих пор испытывают дефицит живительной влаги. Население здесь растет с каждым годом. Появляются новые дома и застраиваются целые улицы. По словам местных жителей, особенно трудно приходится летом, когда напор воды снижается. Вот в марте пока есть вода, с апреля ее не будет, поэтому летом придется таскать ведрами и флягами. С водой сложно очень ее, получаем только зимой пару месяцев. Теперь вся надежда на насосную станцию, которую строят. На окраине села пробурили новую скважину и построили водораспределительную станцию. В Акимате говорят, это поможет решить проблему с подачей воды для всех сельчан и дополнительно обеспечить живительной влагой еще больше 250 домов. Новую насосную станцию возвели и в селе Азаттак. Все водопроводные сети устарели и забились изнутри. Поэтому давление там снизилось. Только в центре села была нормальная вода. Мы долгое время поднимали этот вопрос, обращались к местным властям. И, наконец, проблема решается. Как отмечают местные власти, в селе Азаттак установили водонапорную башню, заменили 18 километров сетей и возвели два водохранилища на 700 кубометров. На все это потратили около 400 миллионов тенге. Мы планируем заменить водопроводные сети в еще четырех населенных пунктах. Это села Машат, Монбай, Даубаба, Жабагалам. Сейчас мы за счет районного бюджета подготовили проектно-сметную документацию. По словам представителей местной власти, в течение трех лет все населенные пункты Тюлькобасского района будут обеспечены чистой водой. Всего до конца этого года в области к централизованному водоснабжению планируют подключить дома жителей 17 сел, а в 11 населенных пунктах заменят водопроводные сети на новые. Аслана Буталипов, Жандос Жамабеков, Ербулат Абишев, Хуанашабов, Туркестанская область, Хабар-24. Школьники из Трау нашли применение бумажным отходом. Они их перерабатывают, а затем из полученного сырья создают полезные вещи. Например, закладки для книг и конверты. Сначала они начали сортировать бумагу, затем измельчили ее, смешали с водой, после чего процедили и высушили полученный материал. Эту идею воплотили в жизнь участники проекта «Жаз Спейс» в действующем предцентре имени Абая. Там дети посещают курс «Эколапы» и учатся бережному отношению к окружающей семье. Мои ученики хотели привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. В Казахстане ежегодно на полигоны вывозятся миллионы тонн мусора. Переработка отходов позволит снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем. В МИД страны подчеркнули, что правительство Китая является единственной законной властью. Ранее президент Гондураса Сеомара Кастро заявила о готовности налаживать связи с Пекином. Внешнеполитическое ведомство Тайваня, в свою очередь, заявило о прекращении дипотношений с Гондурасом и закрытии там своего посольства. Около 80 африканских мигрантов спасли в Средиземном море. Нелегалы плыли на 12-метровой лодке в Италию. К моменту прибытия спасательного корабля судно уже начало тонуть. Среди выживших в том числе три женщины и больше 30 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. С начала года в Италию прибыло больше 20 тысяч мигрантов на лодках. Страна является одним из главных направлений нелегальной миграции стран Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты пытаются добраться до европейской страны на кораблях или лодках, но нередко гибнут в пути. Число жертв из-за торнадо в американском штате Миссисипи выросло до 26. Еще десятки людей пострадали. Больше всего удар стихий пришелся на города Силвер-Сити и Роллинг-Форк. На кадрах видно сорванные с корнем деревья и разрушенные дома. По сообщениям местных СМИ, смерч был почти километр в диаметре и двигался со скоростью около 80 км в час. Также сильный ураган повредил линии электропередачи в Теннессе и Алабаме. Оставленные ураганом обломки заблокировали дороги. В регионах проводятся поиски пропавших без вести. Число жертв стихий может возрасти, сообщили в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями штата. А на юго-востоке Испании между тем бушуют лесные пожары. Огонь уничтожил более 4000 гектаров земли. Полторы тысячи жителей были вынуждены оставить свои дома. Для ликвидации пожаров привлечены сотни человек. Задействовано 20 самолетов. На распространение огня в том числе влияют высокая температура и сухая трава. Наурыз впервые отметили в Батуме. Для знакомства с казахскими традициями и обычаями в городе установили юрту. А гостей встречали пловом и баурсаками. Юлия Тужилкина расскажет подробнее. В центре города соорудили вот такую юрту. А совсем рядом готовят национальные блюда. Казахские традиции пришли к грузинам вместе с восточным праздником. Наурыз впервые отметили на знаменитом Батумском бульваре. Праздник организовало посольство Казахстана в Грузии. В своей приветственной речи посол нашей страны подчеркнул, что Наурыз олицетворяет мир, доброту и согласие, наполнен радостью и любовью. Все это созвучно и грузинской культуре. Хочу поздравить наших казахстанских друзей. Сегодняшний праздник – это светлый пример дружеских отношений между нашими странами. Для нас Казахстан – это один из стратегических партнеров. Страны сотрудничают в разных сферах – культуре, образовании, туризме. На небольшой площади развернулся настоящий казахский мир. Юрта, демонстрации национальных костюмов и обычаев, детские спортивные состязания, угощения национальными блюдами и выступления артистов. Наурыз собрал в том числе и казахстанцев, которые сейчас находятся в Грузии. Мы сюда приехали в ноябре месяце. И то, что сейчас такой праздник, это очень радует. Тем более, это с нашего родного города, Актау. Артисты, которые приехали, это в двойное удовольствие смотреть на наших артистов. И чувствовать праздник в другой стране – это очень хорошо. Но мы очень рады. И с детьми пришли, что показать им наш праздник, нашу традицию. Сегодня мне очень понравились все блюда, что я пробовал. Хаза, компот – все понравилось. Очень вкусно. Если еще будет такой праздник, то будет хорошо. В Грузии день весеннего равноденствия называют Наврузбайрам. Он является национальным праздником уже много лет. Отмечают его этнические азербайджанцы, которых не менее 300 тысяч. То есть 10% населения всей страны. Юлия Тужилкина, Шалва, Сура Милашвили, Хабар-24, Грузия, Батуми. В Париже для юных казахстанцев устроили празднование Наурыза. Единственный на всю Францию казахский культурный центр Корхотабай при поддержке нашего посольства в честь весеннего праздника объединил представителей диаспоры, а также семьи, усыновившие детей из нашей страны. Концертная программа, подготовленная учениками и преподавателями культурного центра, шашу и экскурсия в историю национального костюма вызвали большой интерес приглашенных. Ассоциация казахской моды познакомила гостей с традиционной женской одеждой и ее региональными особенностями. Специально к празднику подготовили выставку любительской и профессиональной живописи, главной темой которой стал Казахстан. Многие из присутствующих сказали, что для них было очень интересно послушать про культуру, традиции, национальный костюм. К тому же некоторые вещи они открыли для себя впервые. Мне кажется, что такие мероприятия важно проводить. Это вдохновляет, а потом открываются новые возможности. Где бы мы ни жили, нужно свои традиции, культуру прославлять. Я очень сильно интересуюсь Казахстаном, в котором родился. Меня реально интересует все, по максимуму, что касается этой страны. И как раз сегодня была возможность узнать больше про традиции в одежде. Я очень рад быть здесь, столько познавательного. Организовывать такие праздники – это возможность показать и приобщить наших детей к культуре нашей родной. И показать французам наши традиции. Это возможность встретиться с друзьями, пообщаться. И на этом все. Спасибо, что были с нами.